выбор рыбы это одно из самых сложных что может быть у человека который увлечен гастрономии или просто ходит магазин за покупками я понимаю что московские рынки конечно могут похвастать всем чем угодно я надеюсь что мой маленький экскурс поможет вам разобраться ну хоть чуть-чуть вы знаете когда вроде бы у вас есть общее понимание но о каких-то деталях вы не знали а другие повара вам не рассказывали или вообще об этом нигде не пишут вот сегодня я вам дам свой опыт и свои знания а вы уже делайте с ними что захотите я уверен многие и без меня знают прекрасно что первое на что нужно обращать внимание когда ты заходишь в рыбную лавку в рыбный магазин в рыбный отдел рынка это запах сразу нос по ведру и понимаешь пахнет тухлятина или нет значит смотрите запах хороший супер значит моют значит вокруг все чисто и прекрасно дальше мы подходим к рыбному прилавку и смотрим что нам предлагает продавец существует три типа рыбы эта рыба промысловая значит вся эта рыба практически вся 99,9 процента приходит к нам из море и океана в замороженном виде она на прилавке может быть дефростирована разморожена да может быть снова заморожена снова разморожена там зависимости от честности рыбного продавца второй тип рыбы это охлажденка которая приходит к нам как правило импортная рыба но и есть небольшое количество российской рыбы который приходит охлажденный и третья категория это сезонная рыба она может быть и охлажденная и замороженная в зависимости от объема который покупает продавец сейчас например идет сезон корюшка питерской и сейчас идет сезон барабульки черноморской вы ее можете в частности найти в свежем виде напоминаю вы должны всегда знать продавца в лицо вы должны с ним наладить контакт вы должны с ним дружить для того чтобы он знал и видел вас постоянного покупателя который постоянно приносит деньги а вы соответственно его должны знать что этот человек вас не обманывает потому что если он у вас будет обманывать значит еще раз вы к нему не придете если вы ходите на рынке понтуетесь такой тип чё ты мне там даешь я вас уверяю будь то русский и азербайджане сузбек казах киргиз неважно будет отношение к вам вот такое да не дай бог и могут и продать чем неприятное и и вообще я всегда говорю ведите себя прилично вообще есть на месте и люди к вам подтянутся и будет уважение нужно ко всем с уважением если вы хотите чтобы уважение было к вам значит дальше первая категория заморозка промысловая рыба ледяная не бывает охлажденкой потому что ее заготавливают в океане месяц там находится судно вылавливают фасуют сервируют в брикеты или индивидуальная заморозка когда замораживается индивидуальная рыба они в брикетах ледяная чилийский сибас он ловится в акватории южноамериканских там сказать южноамериканского континента палтус это дальний восток или мурманск тоже как это промысловая рыба она приходит заморозки потом она либо дефрост либо пилится на пилах фасуется и в заморозке лежит вы значит ее рекомендуется взять заморозки перетащить сразу в морозилку положить и размораживать только перед приготовлением и скумбрия у нее зубов нету но рыба очень популярная в россии недорогая и люди ее с удовольствием едят несмотря на то что мясо у нее рыхлое ну вот как ни крути и изредка бывают редко редко поставщики которым вот который привозят охлажденную скумбрию но это из области фантастики но рыба вкусная у меня на канале самый топовый рецепт 3 3 миллиона это скумбрия если вдруг вспомните или заходите чем вкусного из это рыбки заходите смотреть дальше сезонно барабулька мелкая черноморская барабулька в сезон ее заготавливают фасуют замораживают в шоке привозят замороженный весной пока еще черное море холодная она ловится ее можно найти на рынках не только москвы и питера других городов в охлажденном виде конечно в охлажденном она вкуснее но в замороженном она приходит в рестораны к рестораны которые часто ее используют большей степени покупать заморозку потому что им хранить удобно мороз бросил там лежит гребешки 90 процентов на рынке это всегда заморозка в некоторых регионах сто процентов заморозка франция там только понтуется и привозит иногда живых гребешков здесь есть аквариумы в которых есть живые гребешки но это как бы уже так скажем не до жиру быть бы живы сейчас идет сезон питерской корюшки вот питерская корюшка это то легендарная рыба я стою мне аж слюна течет ее надо нюхать корюшка пахнет огурцом свежим огурцом свежайшим огурцом после съемки останусь куплю корюшки буду сегодня жарить просто мука соль растительное масло смешанное с небольшим количеством сливочного жарите с двух сторон а потом наслаждаетесь и ничего больше для вас не существует что еще чаще всего бывает в заморозке промысловая это вся наша красная рыба я имею ввиду российская дикая горбуша нерка голец чавыча кета уже не красная поэтому ее мы не берем вот эти все рыбы которая перечислил они всегда в заморозке если вы видите ее как вам говорят охлажденная не верьте это дифрост размороженная тот самый лосось который мы называем лососем одним словом лосось странно было бы все виды мяса называть просто мясом да это семга которую привозят в россию с акватории фарерских островов с норвегией мы не дружим под санкциями поэтому из норвегии норвежского лосося нам не везут везут семгу фарерских островов она приезжает прилетает в россию охлажденка в зависимости от продавца и от скорости его продажи популярности она бывает охлажденная на прилавке ее продают охлажденную с прилавка бывает заготавливают то бишь замораживают и продают дифрост но в любом случае она приходит свежая и один раз замороженная рыба еще жива а вот когда второй раз первый раз сингл фрост второй раз уже перемороженная там уже будет из любой рыбы трюха туха вот темга по разнароди лосось рыба выращенная фермерская жирная при жирная очень очень жирная ее любят люди у меня на канале никогда не было мы не будем готовить эту рыбу потому что я против выращенной рыбы против именно выращенного лосося сорян друзья но можно было бы хайпануть но я не буду этого делать сибас чаще всего охлажденка мы сейчас перешли резко на вторую категорию охлажденка смотрим жабры в идеале должны быть вот такими розовыми красными дорада она выращивается на фермах она тоже приходит в охлажденном виде весь импорт индийский океан атлантика тоже приходят всякие групперы красные черные коричневые всякие дикие сибасы и все это приходит в охлажденном виде корюшка сезонно охлажденная зимой заморожена выращенная маленькая форель с ферм охлажденная хотя в регионах активно активно все охлажденное замораживают тюрбо часто приходит охлажденка это средиземноморская камбала наш камбала вся мурманская вся в заморозке потому что это промысловая рыба селедка но она не замороженная она всегда соленая но замороженная тоже бывает это уже отдел заморозки там вся замороженная промысловая рыба в сезон судаки охлажденные в сезон но нужно договариваться и спрашивать у продавца охлажденка или заморозка иногда конечно если ты совсем чужой человек тебе скажут да это охлажденка и как бы дифрост продают если свой они говорят вот этот нет вот это да кефаль сезон охлажденная бывает в межсезонье заморозка кефаль хорошая рыба я же говорю если она была один раз замороженная то она еще как бы съедобно и все с ней хорошо карасики маленькие с кристально чистыми прозрачными добрыми глазами должны быть охлажденные карасики и вот таких малышей да со сметанкой с лучком пожарить вообще бомба стерлядка тут есть два типа стерлядки стерлядка там бестер осетр белый осетр такой осетр сикой белуга севрюга и все осетровые значит нужно спрашивать как правило небольших размеров это все выращенная аквакультура нужно знать продавца для того чтобы он сказал растет это в озере или растет это в клерах через которые проходит проточная вода если проточная вода проходит через вот эти вот бассейны значит рыба не будет пахнуть тиной если они растут в бассейнах как в сочи например вода не проходит туда-сюда застаивается вся рыба пахнет тиной и вы это узнаете когда когда вы ее сварить или приготовить и попробуйте такие и больше не придете к этому продавцу здесь еще здесь все зависит от честности продавца и от ваших с ним отношений поэтому выбираете стерлядку помельче она слаще вкуснее выбирайте осетра если он вдруг дикий потолще побольше он более плотное мясо ароматика но вы сами понимаете дикая рыба всегда в сто раз вкуснее чем выращена на что нужно обратить внимание когда вы выбираете блеск самой рыбы когда рыбу привозят свежую даже бывает дифрост вот она свежая и заморозили транспортировали и разморозили в течение недели у рыбы после вылова природа на ее чешуе выделяет слизь у одних рыб она прям слизь такая прям мощная у других просто блеск вы когда пальцем берете вы понимаете что да такая немножко склизкая рыба мы сейчас говорим про слизь не тухлую а про слизь которая в самом начале когда вы ловите рыбу когда вы она слизь которая подтверждает же вас свежая у нее блеск как у зеркала зеркало вот смотрите форель она бликует вся она как зеркало переливается она вообще прям просто шикарнейший а есть рыбка которая например уже не блестит и поливая водой не поливай намазываю маслом не намазывай видно сразу но чаще всего ее не успевают во время скажем там поливать водой и смазывать маслом мы видим сухую чешую видите нет уже того блеска из-за этой слизи вот в свежем состоянии микробы не так активно успевают распространиться и войти внутрь это слизь как бы защищает рыбу но через три-четыре дня она исчезает рыба подсыхает и все начинается атака и посев всяких микробов она бывает через три дня не тухлая но всегда есть выбор если вы видите блестящую и такую же не блестящую выбирать блестящую если у вас нет никакого выбора значит вы должны взять не блестящую если вы все-таки решили готовить рыбу тогда вам нужно ее взять понюхать пощупать посмотреть в глаза посмотреть в рот взять мазки анализы все такое как полагается то есть вы должны ее полностью как бы пощупать понять что с ней не так если вдруг не знаю там сильный ветер кондиционирование летом под кондиционером лежит рыба анализ проведите и она заветрилась но у нее еще глаза совершенно нормальные они впалые такие вот прям то тогда можно ее взять и если она пахнет хорошо приготовить и ничего страшного не будет и съедите и будет огонь но всегда есть выбор вон они карасики плавают себе и плавают и ждут когда же их на сковородочку отправят ну и конечно же вот эти все мелочевка вот эта мелочевка осьминожки маленькие кальмар камчатский там или патагонский или китайский или средиземноморский гребешки это все дифрост это все приходит замороженном виде в европе всегда на прилавках свежак и кальмары и осьминожки там конечно с этим проблем никаких нет у нас в россии всегда заморозка мы повара привыкли к тому что ну да ну заморозка ну и чё теперь то берем и готовим надо будет как-нибудь осьминожек пожарить тоже я когда на рынок прихожу всегда вспоминаю о различных рецептах думаю да надо это надо то надо это надо то селедка каспийская каспийский залом можно найти на вот на московских рынках дефицитная история но на драгомиле всегда бывает она уже нарезанная кусочками потому что людям лень ее чистить она огромная жирная вкусная раки кстати везде хранятся по-разному на льду но на драгомиловском рынке всегда они хранятся со снежками можно же взять себе там килограмм раков попросить и снежок положить внутрь чтобы они там кайфовали как бы они так подружились за время пребывания в аквариуме со снежком что дальше без снежков уже жить не могут взял раков положил снежок чтобы они у вас тебя в холоде находились чувствовали себя комфортно как будто они до сих пор лежат на прилавке ты привез домой и и под пиво сварил да что нужно знать про тунец нужно всегда смотреть что находится в пакете после оттайки тунец оттаивает и вот такая вот жидкость в пакете образуется если жидкость слишком красная это значит что то нет подкрашенный потому что повара и ценители тунца знают будь то японский тенериевский или испанский тунец если он приходит у тебя в целой рыбине есть такие опции магазины привозят и поставщики привозят целую рыбу клиентам рассылают смс мол типа рыба пришла будем доставлять завтра кому надо денежки скидывают и развозят по куску так вот если из целой рыбы вырезать кусок положить его в пакет заморозить а потом разморозить то выделяемая жидкость не будет красного цвета она будет как любой другой рыбы при размораживании светлая то вот наличие красной жидкости при оттайке обозначает что его подкрашивают то есть он изначально был светлый их же там масса разновидностей тунца yellowfin bluefin по текстуре по размеру по фактуре мясо разные так вот тот тунец который попадается светлый его при разделке чуть-чуть подкрашивают я не знаю чем но так как еще никто не умер от тунца окрашенного это означает что красят его натуральными какими-то средствами во всяком случае это не ядовитая рыба но как правило она стоит чуть дешевле чем охлажденный натуральный тунец которого в москве днем с огромными сыщешь а в регионах вообще не сыщешь поэтому что делаем покупаем что есть а дальше уже смотрим зависимости от поставки он при оттайке может быть вообще рыхлый он может быть более плотный и хорошо нарезаться но тут уже зависит от того какая поставка какой поставщик и что с ним делали как его транспортировали это уже так сказать мы узнаем после покупки и во время приготовления вот поэтому в москве мы еще можем тут найти понтоваться с тунцом в регионах это практически делать невозможно хотя некоторые шефы заказывают в регионы хорошего охлажденного тунца московские поставщики возят и если вдруг вы знаете крутого топового шефа у себя в городе будь то иркутск или новосибирск спросите его откуда они берут тунца и может быть вам периодически раз в месяц будет перепадать кусочек хорошего охлажденного тенериевского тунца будете тартарчик резать и кайфовать еще многие спрашивают и пишут например сибас вот ты выбираешь сибаса и дораду да есть калибровка 300 400 400 600 это две самые популярные калибровки которые вы можете найти в магазине и на рынке даже в москве а есть калибровка 1 плюс больше килограмма вот смотрите красивый выращенный фермерский сибас 300 400 400 600 он маленький а килограмм плюс это вот такие вот шматки это дикий сибас он практически там в три раза в четыре раза дороже чем выращен тоже дикий выращенный так и у нас что касательно значит семги с фарерских островов вы без меня прекрасно знаете что раз от раза она бывает разных цветов вот приходит поставка например да она более светлая а другая поставка приходит более темная а некоторые вообще бывает мало жира вот это белые полоски это жир а бывает семга вообще нет жира хвостовая часть мне всегда меньше жира вот это чистое масло кусочками нарезаешь соль перец кинзы чуть лимона ешь и как будто масло сливочное ешь потому что жира там прям вау это все зависит от кормов которыми кормят и от называются это цветовые присадки то есть когда поставщик например с государства допустим маленькое государство и допустим там всего лишь один поставщик который приезжает на ферму и договаривается о поставках на всю страну так вот он выбирает палитру говорит я хочу вот такого цвета и ему рыбу догоняют по цвету кто-то любит прям вообще самую красную красную как нерка при определенном кормлении мы получаем другой цвет прикольно ну прикольно потому что если семгу вообще ничем не кормить она еще на пару тонов еще бледнее она такая вот как форель вы речную горно ручьевую речную форель маленькую вы ее открываете а мясо белое вот у выращенного лосося он же не ест тот 3 этот пигмент как дикий нерка или чавычи который делает цвет нерка живет были на такой глубине где водится этот маленькая креветка она ее есть и становится красный здесь нет здесь он водится наверху он верхний верхних слоях воды вообще не характерно для лосось они должны искать себе еду поэтому он мягкий он мало плавает он не такой жилистый в нем много жира потому что он такой типа братан я кайфую много ем хорошо сплю отдыхаю поэтому жирный а нерка там и чавычек я пожирать пожирать ребята надо пожирать что-то всегда в напряжении там жира нету ты получаешь и говорят о ну типа дикое мясо сухое и чё так оно разное не надо его сравнивать это выращенное и жирное а то беговое и сухое дикая рыба вкуснее другой выращено другой да люди любят выращенную не как бы никому не запретишь и и не объяснишь там в чем в чем отличие отличие во вкусе не надо их сравнивать это разные рыбы готовятся по-разному и кайф и витамины от них совершенно раз подвожу итог нужно знать продавца нужно чуть-чуть разбираться в рыбе обращать внимание анализировать свет блеск сухая рыба или смотреть жабры смотреть в глаза тыкать и смотреть если возвращается то значит рыбка охлажденная если проваливается не возвращается как правило заморозка но это все условности вы должны анализировать смотреть пробовать и тогда вы начнете разбираться в рыбе лучшее чем я и лучше чем многие шеф-повара и лучше чем ваши соседи в общем капельку внимания и вы будете лучшим изучателем и получателем вкусной и качественной рыбы